Уважаемые коллеги, президиум занял свое место. Большая просьба сконцентрироваться на заседании. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем с вами 5-й Казанский международный научный форум ислам в мультикультурном мире. Мы очень рады всех вас видеть в нашем родном городе. В этом году наш форум превратился прежде всего в деловую площадку, когда выступают представители органов власти, когда выступают представители экспертного сообщества, когда выступают представители академических организаций вузов. И наша особая благодарность, конечно, представителям духовных управлений мусульман. Мы не устраиваем больших заседаний. Здесь каждому будет дана возможность высказать свою позицию. Но и каждому могут быть заданы далеко не простые вопросы. И никто не скажет, что нельзя давать ответа. Поэтому наша конференция «Площадка с мнениями». Огромное спасибо всем тем, кто уже предоставил свои доклады. Большая просьба. Действительно, мы должны издать наши доклады. И наши позиции, наши точки зрения ждут. Мы находимся в стенах, и этим мы действительно гордимся. Это второй университет России. И это самое главное, это альма-матер российского востоковедения. И мы находимся в зале, где на нас смотрят портреты наших великих. И я надеюсь, что мы будем достойны их. Да, это как светские деятели, так и великих шахадхазрэхмарчани. Это те великие люди, достойными которыми мы постараемся быть. И, соответственно, очень важно, что именно на нас смотрят. Там стоит памятник Габдулу Тукаеве. Это единственный памятник в советскую эпоху, на котором было написано арабским шрифтом. И великий Тукаев сказал нам сто лет тому назад, что Казань это тот город, от которого российские мусульмане ждут почина в своих делах. Ждут почина в своих мыслях, ждут почина в своих трудах. И я надеюсь, что мы все выполним завет нашего Тукая. Да, перед нашим обществом стоят большие проблемы, но действительно мы надеемся, что и эта позиция, и руководство Российской Федерации, в лице прежде всего президента Владимира Владимировича Путина, по развитию мусульманского образования в России. Мы горды своими деятелями, мы горды своими улемами Северного Кавказа, такими как Кунта-Хаджи, так как Сайпулан-Хадзи-Пашларах. Мы горды такими улемами, как Галиншан-Баруди, как Лизак-Ази-Фахридин, так как Мусабиги. И сейчас, когда радикализм захватывает многие уголки мира, страны, где многие из нас бывали, страны, у которых нас много друзей, мы должны сделать все для того, чтобы этот огонь насилия не распространился на наш родной дом. Я еще раз выращаю огромную благодарность прежде всего представителям Татарстана с сентября прошлого года. Здесь работает экспертный совет по развитию исламского и исламовеческого образования. Здесь участвуют представители органов власти, здесь участвуют представители Российского исламского университета, Российского исламского института Казанского исламского университета, Духовного управления мусульман, представители недрессе. Я надеюсь, что голос каждого из вас будет выслушан в эти два дня. Спасибо. Слова, которую я писала в книге, она посвящена проблеме археизации. В общем, археизация – это, в принципе, как вы, наверное, знаете, универсальное явление. Оно характерно не только для тех обществ и государств, которые пережили какие-то очень мощные социальные перемены, где наступил хаос или где, так сказать, деградировали институты, но, в принципе, она характерна и для общества относительно стабильна, когда, тем не менее, идёт поиск, поиск, так сказать, ответов на современную ситуацию в прошлом. Причём археизация формально, вы знаете, что это обращение к древности, на самом деле речь идёт не о древности, речь может просто идти о прошлом. Иногда сейчас используется термин «неорхеизация», но я считаю, что он ничего не меняет, на самом деле. В любом случае речь идёт о прошлом, о прошлых практиках, о прошлой славе, которая, может быть, даёт возможность обществу, испытывающей серьёзные трудности, подчеркнуть, так сказать, новые силы вот в этом славном прошлом. Но что касается кризисов и конфликтов, то они, безусловно, всё это усиливают. И достаточно сказать о том, что в условиях, когда современные или относительно современные институты больше не могут действовать в том или ином обществе, то появляются достаточно архаичные формы. Ну, вы сами прекрасно знаете, в эпоху революции вместо, так сказать, той системы правосудия, которая существует, появляются всякие революционные трибуналы, тройки и так далее. Более того, государство, оно теряет легитимное право на насилие, появляются многочисленные группировки вооружённые, которые, так сказать, сами решают, что делать. То есть идёт, конечно, такое разрушение государства, но такие архаичные формы, старые формы, они становятся достаточно актуальными и популярными. При этом я ещё раз хочу сказать, что это универсальный процесс, и мы видим сочетание форм современных или модернистских, постмодернистских с формами вполне традиционными в самых разных обществах, в том числе и очень успешных, там в том же Израиле, например, мы очень чётко можем видеть, как сочетается, так сказать, такой религиозный традиционализм очень жёсткий с явлениями постмодерн. То есть я не хочу сказать, что это вот характеристика только арабского мира, пережившего арабскую визу, но это и характеристика очень многих обществ в целом. Поскольку я думаю, что вы сможете прочесть то, что мы написали, я бы не хотела здесь изглагать содержание этой главы. А я бы хотела поговорить о том, о чём я там не написала, но что, на мой взгляд, является вот тоже иллюстрацией вот этого обращения к старым архаичным формам сопротивления. В данном случае я хочу с вами поговорить о так называемой интифаде. Я говорю о так называемой, потому что, ну, вы знаете, что палестинское общество, оно пережило несколько интифад. Первое – это был конец 80-х годов, затем 2000-е годы. Перед этим была, ну, я бы не назвала её интифада, это был такой, ну, мятеж, восстание, как хотите, так называемая туннельная интифада, связанная с тем, что Нитанияху открыл туннель под Аляксой, хотя достаточно далеко от неё, но это вызвало тоже, как вы знаете, большое сопротивление. И вот последние события, свидетелями которых мы сейчас являемся. Чем же они отличаются от всего предыдущего? И почему здесь есть элементы архаизации, почему я, собственно, говорю об этом в связи именно с этой темой? Ну, прежде всего, нынешние выступления палестинцев обращают на себя внимание следующее. Они произошли не в ту эпоху, когда палестинские институты были достаточно сильны, и когда, собственно, они участвовали в организации сопротивления. Это и конец 80-х годов, когда это было мощное гражданское сопротивление. Вы знаете, что насилие было минимальным в это время, но это было совершенно неожиданно, именно в силу огромной гражданской сплоченности, предсказать которой было, казалось, невозможно. Это 2000-й год, когда тоже восстание, антифада имела совершенно четкий источник организации, но в данном случае в значительно большей степени это уже были радикалы, это был Хамас, и вот эти вот настроения радикальные, они охватили как религиозные круги, так и светские. Вы помните, что и личная гвардия Арафата, она тоже заняла такую достаточно жесткую позицию. И вот эта антифада, она характеризовалась большим количеством террористических актов. Ну, таких, ну, это называли шахиды, самоубийцы, но во всяком случае это была антифада индивидуального террора, и ничего подобного Израиль до сих пор не видит. И все-таки, вот даже этот индивидуальный террор, он вписывается в привычную схему террористических действий. Ну, вот использование взрывчатых веществ, большое освещение этого всего в средствах информации. Как вы, наверное, знаете, Олег Будницкий в свое время очень четко определил, откуда взялся терроризм. Он сказал, что терроризм появился вместе с взрывчаткой и телеграфом. Тут вот как раз с одной стороны средства масс-инфора, с другой стороны вот такой способ причинить бесконтактно, достаточно большой ущерб, они широко задействовались. То есть это было вполне в классической форме террористических действий. Что же касается нынешней ситуации, то она резко отличается от всего, что мы видели до этого. Во-первых, она, как я уже сказала, происходит в условиях. Это антифада, она будет называться антифада, хотя, еще раз говорю, я не согласна с этим названием. Она не организована, она куда более стихийная, и она используется совершенно удивительно архаичный метод. Значит, что касается причин, то причины как раз были связаны не с усилением тех или иных партий, тех или иных организаций, а в рамках палестинской автономии, но скорее с их деградацией, с потерей доверия со стороны населения. И это касалось и правительства, и самого главы палестинской администрации, Махмуда Аббаса, который просто на наших глазах теряет всякую поддержку среди своего бывшего электората, особенно среди молодежи. И мне приходилось слышать очень, так сказать, негативные о нем отзывы именно среди молодого населения, палестинского которого считает, что он ничего не добился, он ничего добиться не может, будущее по-прежнему непонятно, ни о каком палестинском государстве, очевидно, в ближайшее или в какое-то обозримое время говорить не придется. И все усилия, которые потратил Махмуд Аббас, они бесполезны. И, следовательно, либо надо искать какую-то альтернативу, либо надо, по крайней мере, сопротивляться тому, что происходит. Но поскольку есть огромное недоверие к институтам, и институты не участвуют в том, чтобы организовать это сопротивление. В общем, вы знаете, что палестинское руководство, оно выбрало другую тактику, вынуждено, что они используют международные механизмы в отсутствии переговоров. Поэтому признание палестинского государства, вступление в различные организации ОМДОР, это привлекает, конечно, внимание к палестинской проблеме, но не решает ситуацию. На земле она остается ровно такая же, какая была. И вот нынешнее сопротивление, оно отличается тем, что мы наблюдаем, что это своего рода революция ножа, это индивидуальный террор, но не классический террор. Если мы говорим о том, что классический террор не предусматривает столкновение взаимодействия с жертвой, то здесь именно это и происходит. Используются ножи, используются топоры. Причем, что еще поражает совершенно в этом деле, это то, что фактически главными, конечно, жертвами становятся военнослужащие израильские. Но это означает, что это абсолютно суицидальное мероприятие, потому что ясно, что этот человек не выживет. Он не выживет, он знает, что он сознательно идет на смерть. Идет на смерть, но вот используя совершенно такие архаичные формы, которые скорее напоминают об ассасимах, вот об этом. Возникает вопрос, а почему так? Что случилось? Почему такие архаичные формы сопротивления, они сейчас выходят на первый план? Ну, помимо того, что я уже сказала, базовых вещей там, разочарования, неимение будущего, отсутствие будущего молодых, особенно палестинцев, мне кажется, что здесь есть что-то еще. Здесь есть желание, вот с помощью таких, совершенно, казалось бы, неодыхватных методов, привлечь особое какое-то внимание к палестинской проблеме. И что еще очень важно, расширить, так сказать, влияние на израильских араб. Вообще, надо сказать, что израильские арабы по-разному всегда относились к тому, что происходило на территориях, всегда по-разному относились к, собственно, различного рода восстаниям палестинцев. И это понятно, потому что, в общем-то, при том, что они, конечно, понимают, что они граждане второго сорта, они отдают себе отчет в том, что у них масса ограничителей, но, тем не менее, они все-таки живут в демократическом государстве при всех ограничителях, которые существуют в Израиле. Во всяком случае, они могут создавать свои партии, они могут выражать свое мнение, у них есть, так сказать, возможность избираться, быть избранными. То есть, у них есть некий набор гражданских прав, возможно, недостаточный по сравнению с еврейским населением, но он существует. И, во всяком случае, за него можно бороться. И поэтому, когда возникал вопрос о том, а вот если будет создано палестинское государство, хотели бы вы переехать туда и получить палестинское гражданство? Практически всегда был ответ – нет, мы будем тут бороться за свои права. И это вот такая, очень такая специфическая лояльность, потому что, с одной стороны, они, конечно, понимают, что надо бороться за свои права в Израиле, с другой стороны, они не могут не сочувствовать людям, это, собственно, их, может быть, дальние родственники, люди, с которыми, так сказать, так или иначе связаны. И поэтому вот вопросы идентичности, они по-прежнему обеспечивают их поддержку палестинцев, даже молчаливую, даже сочувствию, и не более того. Но это тоже очень важно. Так вот, вот то, что мы видим сейчас в этот раз, это не просто молчаливое сочувствие, это тоже участие вот в такого рода акции. И это тоже заставляет подуматься о том, почему это происходит, почему именно сейчас и почему это. Мне кажется, что в принципе, в какой-то мере, на то, что происходит, влияет вот общий конфликтный фон, такой на Ближнем Востоке. Причем не просто фон конфликта, а фон конфликта, который, скажем, продуцируется прежде всего исламским государством. Когда отрезать голову, это превращается в некое нормальное действие. Мы постоянно это видим в Ютьюбе, в других ресурсах интернетовских, и палестинцы для них это все вовсе даже не закрыто. И мне кажется, что вообще проблема ИГИЛ, помимо того, о чем здесь говорилось, наверное, еще будет говориться, она заключается в том, что в какой-то мере ИГИЛ легитимизировало в глазах очень многих определенный тип насилия. Вот делается это, смотрите, надо вот, вырезаем. И для многих, так сказать, людей, может быть, не слишком, не слишком, так сказать, образованных, маргинализированных и так далее, это становится вполне приемлемым делом. И, собственно, когда это еще облекается в призыв к справедливости, то не такой братской любви для тех, кто не выступает против, то это достаточно привлекательно. И мне кажется, что вот этот момент мы тоже не должны сбрасывать со счета, когда мы говорим о том, какие методы используются или могут быть использованы. Собственно, я вот не собиралась достаточно много об этом говорить, просто мне показалось, что если мы говорим об этих тенденциях, архаизации, об архаичности, то мы их видим сейчас в самых различных проявлениях. И очевидно вопрос о том, насколько общества подвержены этому, насколько они не удовлетворены, современной ситуации, готовы искать ответы в прошлом. Это один из базовых вопросов, относящихся, еще раз говорю, не только к арабам, не только к арабским обществам, но и к обществам и на Западе, и на Востоке. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова